Всем привет! Я Олег Кашин. Каждый день я пишу колонки и думаю о судьбах Родины. Сегодня мы читаем мою статью 2018 года. Представить, что завтра начнется ядерная война, несложно. Нужно всего лишь отказаться от предыдущего опыта человечества, прожитого им в ядерную эпоху. Последние 40 лет холодной войны сопровождались всемирным страхом ядерной катастрофы, но любой страх, когда он длится слишком долго, притупляется, и нынешние 40-летние последние пионеры хорошо помнят анекдоты про кто положил валенок на красную кнопку, сокращение штатов США или школьные уроки, на которых военрук диктовал инструкции насчет того, в какую сторону надо падать при взрыве, но потом оговаривался, что между Кремлем и Белым домом существует особая линия телефонной связи, по которой в последний момент обо всем договорятся и ракеты не полетят. Осень 1962 года, когда примерно так все и разрешилось, о согласии убрать ракеты с Кубы, Москва сообщила Вашингтону даже не по телефону, а в обычном общедоступном радиоэфире. В этом смысле можно считать решающим эпизодом. Две главные ядерные державы вплотную подошли к военной черте, заглянули за нее, ужаснулись и разбежались. Спустя 20 лет, во время последнего в истории советско-американского обострения, после размещения першинга в ФРГ, предотвратить ядерное столкновение окажется по силам простому подполковнику Петрову на командном пункте в Серпухове-15. Подвиг Петрова, вероятно, излишне мифологизирован, но, по крайней мере, ничего более серьезного о риске взаимных ядерных ударов между СССР и США мы не знаем. Подполковник дежурил на командном пункте, увидел на пульте, что из Америки летят ракеты, подумал, что этого не может быть, не стал отдавать команды об ответном ударе, и, как потом стало ясно, не ошибся. И хотя в позднейших интервью он подробно объяснял свою логику, слишком мало ракет, визуальных наблюдений удара не было, стоит иметь в виду и психологическое объяснение. Человек 1983 года не верил в возможность войны. Почему-то очень трудно сомневаться в том, что если сейчас дежурный офицер в том же Серпухове-15 увидит у себя на мониторе даже сомнительный сигнал в американском ударе, он с удовольствием нажмет на кнопку. Но, может быть, сначала перекрестится, потом нажмет. Что после обмена ядерного удара погибнет мир, это, скорее, все-таки предрассудок из тех же времен, когда ядерной войны было принято бояться. Даже концепция ядерной зимы осталась недоказанной и выглядит теперь элементом пропагандистского сопровождения советского официального пацифизма. Но Владимир Путин с его шуточкой про рай очень точно уловил почти религиозный принцип человеческого восприятия ядерной катастрофы. Мы не знаем точно, что находится по ту сторону, но от нашего представления о той стороне зависит наша жизнь сейчас. Забавно, но советский атеизм кажется теперь одной из гарантий мирного разрешения глобальных конфликтов в прежние времена. Советский атеизм сильнее привязан к пацифизму, чем путинская набожность. Брежнев и его товарищи по Политбюро не верили в рай и поэтому боялись ядерной войны. А Путин, вероятно, верит. А даже если нет, он говорит об этом вслух, и люди, которые верят Путину, будут верить, но если не буквально в рай, то в допустимость ядерной войны. И это такой совершенно серьезный аргумент против представления о неосоветском реванше Путина. Советский, тут, вероятно, нужна оговорка, что именно ядерный пацифизм был гораздо более важной духовной скрепой послевоенного СССР, чем любая марксистско-ленинская идеология. Удары по Хиросиме и Нагасаки обрекли тогда еще безъядерный СССР на отчаянное миролюбие, и даже после 49-го года, когда была испытана советская атомная бомба, в этом смысле ничего не изменилось. В позднесталинском СССР людей заставляли подписывать антиядерное стокгольмское воззвание, при Брежневе пели ядерному взрыву «нет-нет-нет», и даже самый бесчеловечный в советской истории военный эксперимент, тотские учения 1954 года, когда на живых людях проверяли воздействие ядерного оружия, укладывается в принцип «лишь бы не было войны». Если бы такие учения случились сейчас, их бы, скорее всего, даже не засекречивали, а рекламировали по телевизору, показывали бы летчика, пролетевшего через ядерный гриб, и солдат, совершавших марш-бросок в непосредственной близости от эпицентра. По крайней мере, это отлично уложится в новую формулу мидовского чиновника Андрея Белоусова, выступившего с ней в ООН. Российская Федерация готовится к войне, а Соединенные Штаты готовят войну. Готовность к войне, принятие войны – самостоятельный, отдельный от самой войны фактор общественной жизни. Люди, готовые к войне, живут иначе и ведут себя иначе, чем те, для кого война – главный страх. Тут можно вспомнить доядерные времена. Советский милитаризм 30-х годов не сильно помог Сталину в 41-м, и после войны стало модно смеяться над фильмом «Если завтра война», книга «Первый удар» и прочей предвоенной пропагандой такого рода. Все вышло не так, как обещали на парадах 30-х годов. Эпоха маршала Ворошилова закончилась бесславно, но это вообще никак не отменяет того, что эта эпоха была, и что большой террор вообще-то случился в стране, которая жила будущей войной, ждала ее, верила в нее, записывалась в Освеохим, пела про несокрушимую легендарную, издавала нормативы ГТО. И именно ожидание войны стоит считать и политическим, и даже психологическим объяснением кровавого безумия 37-го года. Строго говоря, все, что происходило в СССР в 30-е годы, объяснимо именно с точки зрения превращения страны в тотальный военный лагерь. Готовность к катастрофе сама по себе становится источником катастроф. Тут можно было бы сказать, что Россию, готовящуюся к войне, ждет новый 37-й год, но в последние годы на эту тему так много шутили, что любые параллели просто неприличны. В любом случае, милитаризированным обществом легче управлять и манипулировать, а война, которой ждут, списывает не меньше, чем война, которая случилась. Ядерная риторика в международных отношениях может быть просто мода этого сезона. Трамп ведь тоже зачем-то хотел выйти из договора РСМД, то есть Россия в тренде. Но ожидание войны внутри страны это не про Трампа, а про страну. Готовность к ядерной войне, признание допустимости ядерной войны уже сейчас делает российское общество другим, даже по сравнению с тем, что было после Крыма и Донбасса. Это моя статья 2018 года, она была опубликована тогда изданием «Репаблик», сейчас, наверное, читается по-новому. Кто что думает, пишите в комментариях, не стесняйтесь, а если стесняетесь, или просто согласны и нечего добавить, ставьте прямой, простой, честный лайк. Также мои новые статьи появляются трижды в неделю в телеграм-канале Кашин Плюс. Он платный для подписчиков, но там все довольно просто и недорого. Ссылка для подписки прямо здесь, внизу, в описании вот этого ролика. Также напоминаю, что на этом канале, на YouTube-канале Олег Кашин, ежедневно в 9 вечера по Москве я провожу свои сольные, авторские, классические стримы, в которых отвечаю на все вопросы всех зрителей, там бывает интересно. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, и чтобы не пропустить новые видео, нажимайте на бубенчик. Смотрите меня, читайте, слушайте, как удобнее, как вам больше нравится. Оставайтесь со мной, возвращайтесь. Всем пока, всем спасибо. Я Олег Кашин.